Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговор по чесноку» и я, ее ведущий, Роман Полинсков, как обычно в это время на телеканале «Универсмотри». На прошлой неделе мы говорили с Гульнас Садыковой, председателем Ассоциации студентов деревни Универсиады. На этой неделе мы решили продолжить тему деревни Универсиады. И в гостях у нас сегодня Ильнур Сулейманович Рахимов, мэр деревни Универсиады. Ильнур Сулейманович, вам добрый вечер. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Ну что ж, начнем разговор о этом кампусе. Расскажите, что он из себя представляет, на каких позициях он среди других общежитий, может быть, Казани, России? Я думаю, что, наверное, если судить о Казани, о Республике Татарстан, то, естественно, это самый большой кампусом, может, мы и не назовем, потому что есть определенные определения этого слова. Все-таки мы это назовем деревню Универсиады, а именно общежитием, в первую очередь. Значит, на позициях, по крайней мере, среди российских общежитий, среди российских кампусов, наверное, он один из ведущих, может быть, даже ведущий. Таких рейтингов мы не проводили, не анализировали, потому что сложно сравнивать общежития Российской Федерации. Каждый из них имеет свои особенности, в том числе наша деревня Универсиада, она тоже особенная. Во-первых, потому что это наследие, которое осталось, вернее, после наших крупных мероприятий. В первую очередь, это Универсиады 2013 года. Во-вторых, на этом объекте присутствуют два вуза, два крупных вуза, каждый очень известный в своей отрасли. Это, естественно, в первую очередь Казанский Федеральный Университет в процентном отношении, который занимает около 2,3 площади и количество кроватей, как мы это обычно называем. Койко-место, да? Да, и есть Павловская Академия, это уже наш ведущий спортивный вуз из спортивной отрасли, который, ну, около 1,3, наверное, занимает на нашей территории. И это одна из самых, такая, уникальность, наверное, нашего кампуса, потому что территория единая, сервисы единые, проходы, выходы с объекта все единые. Но живут у нас студенты двух вузов, живут, в общем-то, мирно. А как они уживаются? Уживаются, наверное, не совсем такое корректное будет слово. Они в чем-то, наверное, даже дополняют друг друга. И могу, немножко забегая вперед, сказать, что вот в сентябре мы запланировали с участием и КФУ, и Павловская Академия, очень хотели бы и вышли с инициативы проводить спортивные такие ежедневные утренники, наверное, спортивные. И в первую очередь с помощью Павловской Академии, которая, в общем-то, заточена под этого, у нее есть специалисты, и студенты оттуда выходят готовыми, в том числе и тренерами, и спортивными функционерами. Очень хотелось бы, чтобы мы продвинули эту мысль, и все это было бы под общим лозунгом «студенты – студентам». Соответственно, чтобы студенты Академии были заводилами, и я очень надеюсь, что подключатся студенты к КФУ, это и зарядки ежедневные, и, возможно, мы выйдем на занятия йогой, может быть, в стритворкаут, который достаточно в современном мире очень известная такая модная штука. Очень хочется верить, что в сентябре это выстрелят, пока снег не ляжет, а когда снег начинается, там уже другие мероприятия у нас запланированы. То есть получается то, что такие мероприятия придумали сами студенты, да, у Павловской Академии? Большая часть инициатив идут от студентов. Что-то мы как администрация, что-то администрации вузов предлагают, но, скажу честно, не всегда это, так скажем, нравится студентам, потому что, может быть, мы где-то не до конца понимаем их интересы. Ну, что-то действительно поддерживается, но большая часть инициатив идут, конечно же, от студентов. Им самим интересно, они сами выдумывают, предлагают, пытаются, стараются. Не все идет, но что-то действительно остается и превращается уже в некую традицию, которая продолжается из года в год. А сколько вмещает деревню универсиады в себя человек? Сколько может проживать там одновременно? Значит, в этом году, могу сказать, самая пиковая нагрузка на деревню универсиады в плане студентов составила около 10 800 студентов. Цифра плавающая, потому что кто-то выселяется, кто-то снова заселяется, у кого-то практики начинаются. То есть это постоянная такая миграция из и на объект. Максимальная загрузка составляет чуть больше 11 тысяч. Но там определенный резерв мест связан с количеством койко-мест у Павловской академии. Потому что у них процесс заселения-выселения, он еще более активный. Поэтому цифра плавает, так скажем. Ну, в районе 11 тысяч вполне этот объект умещает. Он может и больше, но тогда, наверное, придется доставлять кровати. Это будет менее комфортно. Но в данный момент этого более чем достаточно. Насколько известно, комнаты там довольно большие. То есть, в принципе, в теории, одну кровать поставить – это не проблема. Там места еще достаточно останется, да? Вы знаете, деревня, когда строилась, она строилась в соответствии с российским законодательством, с ГОСТами. Есть определенные требования, которые называются 6 квадратных метров на одного человека. Поэтому деревня и, в общем-то, кровати на сегодняшний день расставлены именно в соответствии с этими ГОСТами. Доставлять уже будет не совсем корректно. Это скажется на качестве и на комфорте проживания. А какие услуги есть на территории деревни Универсиады? Ведь это же большой такой район, микрорайон, получается, еще один в Казани. Здесь вопрос сервисов и услуг на территории деревни Универсиады – это, наверное, то, ради чего мы, в общем-то, и представлены как администрация деревни. И работаем всегда в плотной связке с вузами, которые являются владельцами этого объекта. И здесь мы стараемся сделать перечень услуг как можно шире. И все это ради того, чтобы студенты имели все возможности в шаговой доступности. Чтобы им не приходилось ездить по всему городу для того, чтобы найти ту или иную вещь или купить что-то. Услуг достаточно много. От базовых до неких дополнительных, так скажем, услуг. Ну, например, какие? В такие базовые услуги, которые закрепились на территории деревни, работают уже не первый год. У нас входит, наверное, начнем с того, что Казанский федеральный университет несколько лет назад открыл на территории деревни супермаркет. Полноценный, настоящий большой супермаркет, который пользуется огромным спросом. Естественно, то, что супермаркет находится на территории деревни, накладывает некоторые ограничения. Там запрещена продажа алкогольной и табачной продукции. Это связано с тем, что территория деревни Нерсиада является свободной зоной от курения и алкоголя. Это одно из требований, которое вузы очень тщательно отслеживают. И мы тоже в этом процессе, мы им помогаем. Это, наверное, самое первое, с чего начинается жизнь деревни Нерсиада. Потому что студентам всегда хочется покушать, у вкусников особенно. Здесь есть полноценный магазин. Это раз. Два. Есть банкоматы, есть услуги именно в банковской сфере. Естественно, многие студенты получают стипендии. У них есть, как только они поступают на первый курс, они получают карточки банковские. И с этим тоже проблем нет. Есть ателье, что в какой-то момент, в какие-то месяца, мы даже знаем примерно вот эту активизацию, очень много студентов начинает ходить в ателье. Видимо, это связано с окончанием сессии, возможно, с летним неким периодом, со сменой одежды и так далее. Это пользуется спросом. Поэтому это ателье работает чуть ли не с первых дней создания деревни. И это действительно такой один из базовых, наверное, наших сервисов. Что еще? У нас есть прокат. Очень такая штука, за которой мы очень держимся, стараемся, держим ее на плаву. Она... Это один из наших социальных проектов для администрации деревни. Мы держим, наверное, самые низкие цены в городе. Даже, наверное, самые низкие цены можно пополам поделить. Это будет примерно то, что у нас есть. То есть в летний и осенний-весенний период мы предлагаем прокат велосипедов, прокат роликовых коньков. В зимний период, соответственно, меняется направленность, и у нас появляются там лыжи и коньки. Соответственно, вот с коньками последние два года небольшая беда, потому что в прошлом году, вернее, последний зимний сезон, я думаю, все запомнили, огромное количество переходов через ноль, как принято это говорить. И так и не смогли мы толковый каток залить на территории. То есть буквально мы заливаем, два дня вроде погода стоит, можно кататься, потом все это снова тает, приходится снова ждать. Ну, в общем-то, год на год не приходится, но лыжи и коньки в зимний сезон всегда представлены. И цены им очень даже доступны. Насчет ценовой политики вообще во всех, получается, сферах услуг, они как? Они сильно отличаются от тех, что вообще из Казани? Я думаю, что они отличаются достаточно сильно, причем в меньшую сторону. Это одна из наших задач, это то, ради чего мы там представлены. Мы максимально пытаемся найти варианты, где мы можем сэкономить, сделать. Вот большинство из этих сервисов, они не коммерческой направленности. То есть там нет задачи именно зарабатывать, а есть задача иметь эти сервисы на территории деревни для того, чтобы проживание на территории деревни было максимально комфортным. И, как я уже до этого сказал, чтобы студенты выбирали остаться на территории деревни, чем выезжать за ее пределы. Чтобы все можно было около дома, все свои вопросы решить. Это относится, кстати, и к опи-центру. То есть это достаточно востребованная услуга, так скажем, для студентов, особенно во время сессии, когда нужно копировать большой объем информации, что-то распечатывать и так далее. Это, в принципе, все есть. Это мы имеем. Вот. У нас есть почта. Это, наверное, номер один по востребованности, как ни странно, сервис на территории деревни. Классическая почта, хотя сейчас век цифровых технологий. Но из-за того, что... Но посылки еще никто не отменял, да? Да, посылки с Алиэкспресс. У нас... Это самые большие очереди, наверное, во всей деревне. Больше не бывает. Чуть меньше, может быть, в столовое время от времени. А там это действительно пользуется спросом. И все равно есть определенные современные тренды. Открытки снова в моду входят. Такие настоящие, бумажные, от руки написаны открытки. И в том числе из-за того, что достаточно большое количество иностранных студентов на территории деревни, естественно, с посылочками бегают все по деревне, когда они приходят. Вот это тоже один из сервисов. Почта работает, наверное, с первого дня работы деревни. И я думаю, что она будет работать там еще долгие-долгие годы. Потому что это важно для студентов. А как обстоит вопрос с безопасностью на территории деревни универсиады? Ведь родители, когда отправляют своих детей учиться, особенно те, кто первый курс только учится, им интересно, что же там в таком кампусе, как обстоят дела с безопасностью? — Безопасность во главе угла и для Федерального университета, и для Павловской академии. Естественно, мы в этом же ключе работаем. Объект, то есть это закрытая территория. Посторонние на территорию деревни универсиады попасть не могут. Работает пропускной режим. Соответственно, у сотрудников администрации своя пропуска. У студентов, естественно, есть свои пропуска на территорию деревни универсиады. Причем на территорию деревни могут попасть только студенты, которые именно живут в деревне. То есть не все студенты, допустим, Федерального университета попадают на объект. Но это одно из требований, одно из базовых требований. Естественно, это обеспечивается сотрудниками охраны. Вся эта система, в том числе и пропускная. И на объекте много тысяч видеокамер, которые... Это тоже один из таких больших проектов наследия деревни универсиады. Это все было сделано именно к этому мероприятию. И сейчас это успешно используется. Но в первую очередь, это не для слежения, так скажем, а для обеспечения безопасности. В этом плане объект является, наверное, одним из наиболее безопасных. Не изглазить бы. Поэтому я знаю, вот и отзывы от многих родителей я слышу, что это один из самых важных вопросов, когда они выбирают то или иное учебное заведение. Потому что вопрос проживания, он один из самых приоритетных, особенно в начале. В этом плане, я думаю, что мы очень-очень конкурентны. В первую очередь, в плане безопасности. А что делать студенту, если, допустим, он хочет в гости позвать своих родителей же, которые приехали, или же казанского одногруппника? С этим проблем нет. Есть, существует процедура, она, в общем-то, исходит от самих же вузов. Естественно, такие моменты случаются. Особенно те студенты, родители которых едут издалека, далеко из-за предела даже республики Тарстан, которая приезжает. С этим проблем нет. Студент подходит к нам, как правило, в администрацию, в департамент безопасности. Пишется заявление, указываются имена, фамилии, ну и приблизительно время приезда родителей. Это все передается на контрольно-пропускные пункты. И, в общем-то, родители приезжают, предъявляют свои паспорта и свободно, в общем-то, могут попасть на территорию, посетить своего ребенка, посмотреть, как он живет, убедиться в том, что у нас действительно все достаточно на высоком уровне. Поэтому здесь, в общем-то, никаких проблем никогда не возникает у нас. Главное все делать заранее и по регламентам, которые существуют в обоих вузах. О сервисах мы поговорили, которые расположены на территории деревни Универсиады. Хотелось бы узнать, что внутри дома, куда попадают сами студенты, что их ждет в их комнате. Все начинается немножко раньше. С администрации именно деревни студенты, наверное, в последнюю очередь уже сталкиваются, встречаются. Уже после того, как принято решение об их зачислении, если это касается первокурсников, принято решение о том, что они проживают именно на территории деревни. Они проходят все инструктажи, и к нам их уже автобусами, большими группами привозят в те дни, в которые они должны заселяться. Это, наверное, происходит наш первый момент знакомства. Попадают студенты в те дома, в которые их распределил вуз. Здесь есть на территории деревни присутствует очень большая мощная служба по расселению. Все это находится в ведении одного из проректоров. Если мы говорим о КФУ, Ариф Магединовича Межведилова, это наш, наверное, самый большой партнер, который много-много лет работает в вузе. Там достаточно отработанная схема. Соответственно, вот эта служба в сентябре, в августе очень огромное количество энергии тратит на то, чтобы всех студентов правильно распределить, чтобы они попали в такой дом, в такую комнату, чтобы не было никаких накладок, чтобы все это проходило как можно быстрее, спокойнее. Соответственно, они в Униксе сначала приезжают, там проходят инструктажи, им говорят, куда они едут, в какую там комнату. Дальше их привозят, и они уже прямиком идут в свои комнаты. Приблизительно такая же схема в Академии, в Павловской, но им чуть больше студентов Академии, наверное, повезло в каком плане. У них есть, так скажем, свой Уникс, это здание МИЦа, у них есть большой свой зал. Там они эти мероприятия проводят, но он находится в шаговой доступности от деревни, им, соответственно, никуда ездить не надо. Они уже буквально за 3-5 минуты добегают до своих комнат. А что в самой комнате? Значит, комнаты, наверное, не совсем классические комнаты в нашем понимании, именно общежития, особенно в советских общежитиях. Потому что в советских общежитиях, как правило, это все удобства на этаже, на несколько комнат, кухня тоже на несколько комнат. У нас большая часть номерного фонда, большая часть комнат содержит санузел и кухню уже внутри самой комнаты, соответственно, это индивидуальный санузел, индивидуальная кухня. Это, наверное, самая большая такая фишка и, в общем-то, наше преимущество по сравнению с другими общежитиями. Это очень удобно и, по большому счету, студенты проживают даже не столько в общежитиях, сколько в, так скажем, в гостевых квартирах, что ли, если можно так сказать. Естественно, в бытовом плане это в разы удобнее проживает. Вот большая часть комнат именно такие. То есть они проходят через вахту на первом этаже, через охрану, через турникеты, так называемые, контроль доступа. Забирают ключи, идут в свою комнату, открывают дверь, видят сразу на входе оборудованную кухню. Эти кухни изначально все были оборудованы, в том числе это одна из частей проекта универсиады. Там есть определенный минимальный набор, в том числе и бытовой техники. Если же студентам этого набора недостаточно или им по каким-то причинам не нравится, они могут, естественно, привозить в том числе и свое оборудование. Есть тоже свой регламент у вуза, как это оборудование заявляется, как оно завозится, как оно регистрируется. Но кухонные гарнитуры и все остальное, это все там представлено. Кондиционер имеется в комнатах, то есть это достаточно, по последнему слову, техники. Помимо этого, у нас очень большим вопросом в сентябре пользуются салоны нашего оператора. Этот оператор Тателеком, он изначально вложил много сил в проект универсиады. И, соответственно, сейчас для студентов они предлагают, на мой взгляд, достаточно интересные предложения по безлимитному интернету, по IPTV. И ценник тоже гораздо ниже, чем по городу. Они стараются держать и делать большие-большие скидки для студентов. Так вот, в сентябре там устраиваются очереди. Где сотни ребят хотят подключить интернет, берут роутеры вай-файные, ну, соответственно, ничем, так скажем, никакого отличия, в общем-то, наверное, от дома в этом плане у них не будет. У них есть все те же самые возможности и на нашем объекте, когда они проживают. Ну что ж, продолжим. И следующий вопрос. Студенты каких курсов обычно проживают на территории деревни универсиады? Здесь, наверное, нужно оговориться вот о чем. Два вуза, соответственно, два набора правил, так скажем. Что касается Павловской академии, то студенты, все студенты проживают на территории деревни универсиады. Так скажем, кровати, места достаточно для того, чтобы уместить всех студентов. По федеральному универсиаду деревни универсиады, или та часть деревни универсиады, которая принадлежит федеральному университету, является лишь одним из общежитий, которыми КФУ владеет. Есть достаточно большой номерной фонд на красной позиции, на Адель Куту и другие. На Пушкино большой корпус открыт был федеральным университетом, отремонтированный. По деревни универсиады федеральный университет придерживается политики заселения, в первую очередь, младших курсов, и потом же, если есть возможность, то старшие курсы. И у нас достаточно много иностранных студентов проживает. Поэтому приоритет отдается именно первым, вторым, третьим. Но из года в год меняется, поэтому здесь они достаточно гибко подходят, принимают эти решения, и, соответственно, нас уже уведомляют по спискам. И дальше мы с ними в связке уже работаем, создаем максимально комфортные условия для тех студентов, которые вновь к нам прибывают. Или же, возможно, они уже в прошлом году у нас пожили, или уже два года, может, пожили и остались. Плюс определенный процент номерного фонда всегда резервируется под так называемый студенческий актив, под активистов. Это в том числе и ассоциации деревни Мерсиады, те активные студенты, которые очень много времени уделяют жизни деревне, жизни своего вуза. И это один из таких способов поощрения для них проживания на территории деревни. Многие интересуются, чем отличается пятиэтажка, это, получается, те дома, которые вот так вот в ряд выстроены, от 6 до 20, если не ошибаюсь, от многоэтажек. Отличаются они своими проектами, в первую очередь, да. Высотки, вот первые линии, как мы их называем, высотки, они разной этажности. Это пять больших зданий, в каких-то по два подъезда, в каких-то по одному подъезду. Основное отличие заключается в том, что вот в этих высотках кухня уже одна на 3-4 комнаты, но санузлы все равно остаются в самих комнатах. А в пятиэтажках и кухня, и санузлы уже находятся в одной комнате. То есть отличие только в кухне? В кухнях, да. А кухни как-нибудь отличаются? Да нет, это такие же кухни, они просто больше по своей площади, потому что они предназначены для 3-4 комнат. Соответственно, там больше стульев, стол больше и площадь сама больше. И там можно 2 или 3 холодильника даже поставить, если недостаточно одного на из комнат. Обычно недостаточно бывает, поэтому на кухнях много холодильников. Как известно, у всех общежитий, вообще всего мира, можно сказать, есть свои правила проживания. Есть ли у деревни-универсиады какие-нибудь свои уникальные правила проживания? Вы знаете, под уникальными, наверное, каких-то супер уникальных правил на территории деревни не может быть, потому что все общежития подчиняются одному законодательству Российской Федерации. Мы стараемся воспитать некие традиции больше, чем, наверное, правила. Есть общее правило, то, что я раньше говорил, это полный запрет на алкоголь и табак, курение на территории. Но это, опять же, применяется для других общежитий. А что мы понимаем под традициями, это, наверное, активность самих студентов, которые проживают в деревне-универсиады. Нам бы очень хотелось, чтобы сами студенты, в общем-то, выходили с некими инициативами для того, чтобы сделать свою жизнь интересной. Потому что одно дело, когда есть горячая вода, тепло, чисто в комнате, это некие базисы. А дальше вторым этапом становится создание комфортной инфраструктуры для проживания. Эта задачка немножко более сложная, долгая. И под этой задачей мы именно понимаем традиции какого рода. На территории деревни работает очень много общественных организаций, в том числе то, что вы упоминали, и Гульнас Садыков. Это ассоциация студентов деревни-универсиады. Очень мощная структура со своими уже некими корнями, которая не первый год работает. И через эту структуру уже прошло много студентов, которые проживали на территории деревни. Соответственно, это студенческое самоуправление в классическом виде. Но это не единственная общественная организация на нашей территории. Есть много других. Мы в этом учебном году, который закончился, запустили еще несколько проектов. Это все от Лиги КВН деревни-универсиады до Международного клуба. Мы так потихонечку подобрались к вопросу, на который вы уже начали отвечать первая часть нашей программы. Как проходит работа со студентами? Работа проходит следующим образом. У нас, мы как администрация, всегда работаем в связке с вузами. Что-то мы предлагаем, что-то они предлагают. Мы стараемся, где-то мы им помогаем, где-то они нам, естественно. То есть это процесс совершенно неразрывный. Наверное, основная составляющая, такая, так скажем, запланированная составляющая, это определенный перечень мероприятий, которые проходят на территории деревни-универсиады. Это все от дня первокурсника до весеннего бала. Все от конкурсов мистер деревни-универсиады и мистер деревни-универсиады. То есть есть определенный план мероприятий, который ежегодно уже, то, что является традицией, наверное, проводится на территории деревни. Плюс в течение года добавляются еще какие-то мероприятия, более мелкие, более масштабные, какие-то мастер-классы, встречи с известными людьми, которые приезжают к нам в деревню-универсиады, какие-то конкурсы, в том числе и спортивные. Это вот одна из составляющих именно в плане проведения мероприятий. Вторая большая составляющая – это вот работа общественных организаций, о чем я начал говорить уже ранее. Их очень много. То, что я упомянул, это международный клуб, КВН, шахматный клуб. Есть у нас такие сезонные общественные организации в виде ассоциаций лыжников, есть ассоциации велосипедистов и так далее. То есть это уже более сезонные вещи. Есть изо-студия, есть театральный кружок. То есть, в общем-то, наверное, для любого студента, который попадает в первый раз на территорию деревни-универсиады, не составит труда найти что-то, чем он действительно интересуется, что ему хотелось бы, в общем-то, поделать в свободное от учебы время. Для этого, в принципе, есть все возможности. Если вдруг так окажется, что чего-то у нас пока еще на территории деревни-универсиады нет, то студенты всегда могут выйти с инициативы, собрать людей, для которых это тоже важно и интересно. И мы всегда стараемся идти навстречу, поддерживать. Пытаемся какие-то новые клубы открывать, новые общественные организации. Скажу честно, что-то действительно выстреливает, что-то идет, что-то работает, что-то очень быстро перестает работать, потому что то ли интереса недостаточным было, то ли народу не смогли собрать для проведения того или иного мероприятия. В этом году могу привести пример. Была инициативная группа студентов, которые очень загорелись мыслью о создании газеты деревни-универсиады. Но вот в какой-то момент что-то их подкосило или сессия началась, или что. Мы вот в этом году не удалось нам выйти на этот проект. Но я думаю, что мы попробуем в следующем году еще раз. И, может быть, в какой-то такой формат газеты раз в месяц о жизни деревни-универсиады постараемся организовать. Будем надеяться, что это получится. И есть еще проект радио деревни-универсиады, который, я надеюсь, что мы тоже в сентябре постараемся раскачать и начать трансляцию в интернете. Надеюсь, что это тоже будет интересно ребятам, которые у нас проживают. То есть это будут некие внутренние новости деревни, это будут новости самих вузов, студентов, которые у нас проживают. И, возможно, какие-то общегородские, общереспубликанские блоки новостей, которые мы будем стараться встраивать туда. Но, в первую очередь, связанные и с молодежной политикой, и со спортом. Надеюсь, что это у нас получится. Я так понимаю, это идет еще и как практика тем студентам, кто учится в сфере масс-медиа. Я думаю, что основной интерес исходит и должен, наверное, исходить именно от этих студентов. Но это совсем не обязательно. У нас, допустим, такая любопытная ситуация сложилась. Международный клуб был создан по инициативе студентов Института химии. Не международных отношений. Там есть, естественно, сейчас уже студенты Института международных отношений, он сейчас по-другому называется, но международники там, естественно, подключились, их там много. Но изначально сама идея прозвучала в первую очередь от студентов-химиков, что было, в общем-то, необычно. Но это совершенно не меняет сути. Это действительно процесс пошел. И в сентябре, я думаю, мы сможем в этот клуб позвать максимальное количество студентов, иностранцев в первую очередь. Потому что основная цель клуба, наверное, она такая, с одной стороны, просветительская. Для того, чтобы студенты-иностранцы, особенно которые приезжают из дальних стран, могли поделиться частью своей культуры. Немножко рассказать о себе, потому что это всегда интересно, это важно знать, кто живет с тобой рядом, с одной стороны. С другой стороны, клуб – это некая площадка для помощи, для адаптации тех же самых иностранных студентов. И то место, где они могут встретить еще больше друзей, наверное, которые могут им в чем-то помочь, что-то подсказать и так далее. Потому что многие из них приезжают из стран, которые очень сильно отличаются по менталитету и по традициям в нашу страну. И иметь такую площадку, я думаю, это здорово. И нам эта жизнь облегчает и вузам, и самим студентам. Ну вот все-таки, как еще вы работаете с иностранными студентами? Здесь, наверное, упор на работу с иностранными студентами делается в первую очередь в сентябре. Потому что это первые буквально дни недели их пребывания и на территории Российской Федерации, и на территории Казани, естественно, и на территории деревни Нерсиада. Здесь огромную работу проделывают сами вузы. Но в Павловской Академии иностранных студентов меньше в процентном отношении, нежели в Казанском федеральном университете. Здесь действительно процент очень высок. Много студентов, большой интерес от иностранных студентов идет. Здесь мы в связке и с международным департаментом КФУ, в связке и с теми направлениями, которые мы занимаем, социально-воспитательной работой в КФУ. Здесь проводятся встречи, некие тренинги, некие встречи, где мы немножко рассказываем о самой стране, о каких-то наших традициях. Поэтому в течение сентября это, наверное, самое лучшее время для того, чтобы максимально познакомиться, максимально рассказать об их будущей жизни здесь и в деревне, и в стране, и в том числе и в плане учебы, и в бытовых неких вопросах. Потом многие из иностранных студентов проживают со студентами, гражданами Российской Федерации, поэтому часть опыта, часть информации они, естественно, получают от своих же соседей. Потому что это, когда ты 24 часа практически находишься с человеком, естественно, идет большой обмен информацией. Ну что ж, у нас осталось не так много времени, поэтому предлагаю быстренько пробежаться по вопросам из социальных сетей. Первый вопрос, как проходит процедура заселения? Там достаточно большая процедура, отработанная годами, но все, что связано с процессом заселения, как я ранее сказал, это в первую очередь зона ответственности, так скажем, вузов. Они этим занимаются, у них есть целое направление, и большое количество людей стоит за этим процессом. Могут ли меня выселить из деревни универсиады и за что? Выселить из деревни универсиады не могут, если только это не отчисление из вуза. Причин для отчисления может быть множество, и академические причины, и нарушения порядка, грубые нарушения порядка, в том числе и нарушения законов Российской Федерации. Есть определенные причины, по которым, соответственно, вуз может попрощаться с своим студентом. Но это все в правовом поле существующем, все, что оговаривается, так скажем, законодательными актами на сегодняшний день. И последний вопрос. Многие говорят, что в одном доме живет один институт. А если я хочу жить со своим другом с другого института, что мне делать? Есть такая возможность? Насколько нам известно, такие запросы поступают от студентов. Они поступают в отдел заселения КФУ, это именно их, так скажем, коллеги, это сотрудники КФУ. И здесь отдел всегда идет навстречу, старается им помочь. Бывают ситуации, когда это очень сложно сделать, потому что переселение одного студента может потянуть за собой много других комбинаций, а это крайне нежелательно, особенно в сентябре, когда и так очень много вопросов отдел решает. Но по возможности студенты всегда идут навстречу. Хорошо. Ну что ж, вопросы закончились. Осталось только пожелать что-нибудь абитуриентам, студентам, которые уже живут на территории деревни универсиады, старшие курсы, получается, и новые, которые вот уже в данный момент в двойке подают свои заявления и ждут приказа о зачислении их. О зачислении, потом о заселении. Мы с нетерпением ждем новых ребят, особенно первокурсников, которые впервые и к нам приедут, и учиться приедут. Мы ждем, так скажем, свежую кровь, новые идеи, новые энергии. И надеюсь, что с еще большим рвением мы в сентябре будем создавать и новые проекты, и будем так же весело жить. А студентам есть, наверное, одно пожелание – не забывать об учебе. Это главное, ради чего они, в общем-то, эти годы проводят здесь. И второй момент – стараться все-таки полной жизнью жить, максимально участвовать и в жизни деревни универсиады, и в жизни вуза обязательно, и в творческом плане, и в академическом плане. И максимально развиваться – это самое лучшее время, золотое время, которое с годами, наверное, вспоминается с теплотой. – Хорошо, большое спасибо. Ну что ж, друзья, напоминаю, что гость сегодняшней нашей программы был Ильнур Сулейманович Рахимов, мэр деревни универсиады. Еще раз вам большое спасибо, что пришли и познакомили наших зрителей с таким большим кампусом, как деревня универсиады. Ну что ж, большое спасибо за внимание, друзья. Вы смотрели программу «Разговор по чесноку», я ее ведущий, Роман Полинсков. Удачного вам лета, удачного вам поступления. Мы уже с вами увидимся в августе. Так что давайте июль вы проведите как-нибудь поактивнее, отдохните, и потом в августе мы снова встретимся с вами здесь, в это время, как обычно, на нашем телеканале. Большое спасибо за внимание, увидимся, пока!